Добрый вечер, уважаемые журналисты! Начинаем после матча в пресс-конференцию с главными тренерами команды. Игорь Динович, пожалуйста, ваша оценка сегодняшней игры? Непростой очень ситуацией была наша команда перед этой игрой. Справились, проявили характер. Ребята сами ответили на все вопросы сегодняшней игрой, сами себе ответили на вопросы. Ну и в пользу случаями я хотел бы попросить прощения у наших болельщиков, они знают за что. Ну а соперников поблагодарить за хорошую игру, с победой поздравить. Значит, все? Спасибо. Я должен быть счастливым за победу, конечно, победа – это очень важно, и очень хорошая команда против нас сегодня. Но, вы знаете, в любом случае я не могу обучить это сегодня, потому что мы играли первую часть игры очень хорошо. Первые 35 минуты очень хорошо. Мы создали много шансов, мы не поднимали никаких шансов для другой команды. И потом, вновь, мы начали обучать паку, и мы дали моменту к Цереповичам. Я понимаю, что я должен быть Доволен сегодняшней победой Все-таки победа есть победа И против такой сильной команды, как Череповец Но все-таки я не могу Полностью разделить это счастье Потому что команда так прекрасно Начала игру, хорошо, стабильно играла 35 минут, а потом Непонятно, что произошло И очень тяжело Было привыкнуть к тому, что Команда, которая вела в счете Потом пропустила три шайбы Потом у команды начались проблемы И мы отдали все моменты Решающие команде соперникам И мы потеряли фокусы После 3-0 И мы должны научиться И играть 60 минут Мы все еще не играем И мы должны научиться И мы должны научиться И мы должны научиться И они должны научиться И команды С трех В нашей команде еще нужно научиться играть полностью, вкладываться полностью все 60 минут. И также ребятам нужно понять, чтобы понять свои роли в команде. Мы всем тренерским составом пытались объяснить им и настроить их на то, чтобы они не сдавались и работали все 60 минут. Мы задавали моменты и не упускали свой шанс, но все-таки мы сегодня победили, и это самое главное. Фитри, насколько оправдало себя решение перейти в третьем периоде на игру в три звена, убрать молодежь на звена? Сработало это решение? Вы думаете, что это будет работать, чтобы играть только три линии в третьем периоде, чтобы играть молодые ребята? Ну, молодые ребята играли несколько шагов, да. Ну, да, молодые ребята практически не играли в третьем периоде, но мне пришлось делать то, что пришлось делать. Семёнов сегодня первую свою игру сыграл в составе. Неплохо сыграл, смотрелся. Вы сказали, что непростая ситуация перед матчем была. В чем непростая? Наверное, не за составом? Нет, дело совершенно не в составе. Просто мы накануне выступали в Баруси, и не очень приличный счет получился. Поэтому вы знаете, что такой игрок начинает закрываться, сдавливаться, атмосфера немножко становится не та. Но для того, чтобы плотворно работать, искать какие-то пути решения к победе, значит, нужна стряска, хорошая стряска. И если команда готова к этой стряске, она не факт, что может сразу все пойти, значит, будет результат. Мы сегодня начали, вы видели, очень мятно начали, получили два быстрых гола, быстрых гола необязательных. Но, что характерно, есть характер у команды, и за это им огромное спасибо, ребятам. Поэтому вот я об этой ситуации имелось. Спасибо, пожалуйста. Петра, я бы хотел узнать, когда вы дадите возможность поиграть другим вратаям авангарда, Рейдвих и Шилин, или пара Ласева-Костин как бы это прописалось? Рейдвих и Шилин, или пара Ласева-Костин как бы это прописалось? Ну, мы увидим, вы знаете, мы получили две молодые, или вообще три молодые гола, чтобы ждать их возможность. Но сейчас я думаю, что Ласева продолжает. И мы должны получить его комфортажным здесь. И он был главный фактор в пенолизации сегодня, что мы получили экстракт. Посмотрим, как будут идти дела. У нас есть три замечательных молодых вратаря, у которых появится шанс тоже поиграть. Но пока будет играть тему Ласева. Нужно, чтобы он себя комфортно почувствовал в команде, чтобы у него появилась уверенность. И как вы сегодня сами увидели, он замечательно отстоял булиты, и он заслужил победу, и он принес нам дополнительное очко. Вопрос к Петре. На ваш взгляд, кто лучше смотрится в звене Попова и Пережогина? Кто может Заборский или Сергей Костинский? Кто вы думаете, что это лучше с Поповом и Пережогином, Заборский или Костинский? Ну, они оба там хорошо смотрятся. Пока я думаю, что Заборский останется в этом звене. Нам нужно два хороших забивных звена. И я все еще жду, когда из лазарета вернутся Фролов и Семен. И мы посмотрим. Спасибо. Ну, вот как раз вопрос заключался в том, что когда все-таки вернутся Фролов и Семен появятся. Предварительные хотя бы сроки. Do you know at least approximately when Фролов и Семен will be back? I think when we go on the road, they both will be back to the team. Я думаю, когда мы поедем сейчас в поездку, они будут уже оба готовы. Спасибо, тренер. Спасибо. Спасибо. Спасибо.